Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Слышать запросы. На заседании правительства Чувашии обсудили механизм обеспечения жильем детей-сирот с помощью жилищных сертификатов. Без перерывов и выходных сотрудники службы скорой помощи отмечают свой профессиональный праздник. Поезд Победы. Сегодня в Чебоксарах побывал передвижной музей на колесах. Сегодня в Чебоксарах прибыл Поезд Победы. Это первая в мире передвижная музейная инсталляция, размещенная в составе поезда. В числе организаторов Министерства науки и высшего образования России. В каждом из вагонов воссозданы разные периоды Великой Отечественной войны. Тема экспозиции первого вагона «Мирное время. Последние часы перед войной». 22 июня 1941 года – день, который навсегда изменил судьбу миллионов советских людей. А дальше поезд уходит на фронт. И никто еще не знает, что впереди четыре года войны, смертей и разрухи. Конечно, мы ждали этот поезд, когда он приедет к нам в Чебоксары. Здесь именно молодежь увидит воочию фрагменты из военных ситуаций. Более того, геройство наших солдат, наших отцов, дедов, прадедов. Это невозможно переоценить. Выставочная экспозиция уникальна своим мультимедийным сопровождением. Благодаря световым и звуковым эффектам воссоздана атмосфера военного времени, фрагменты сражений, солдатская походная жизнь. Присутствует такая полная вовлеченность. Наверное, в те времена и тот антураж, который здесь создан, он передает даже запахи, которые меняются с переходом из вагона в вагон в зависимости от той сцены или от тех событий, которые проживаешь. Это запах пороха, запах бани, если это касается вагона бани. Позволяет людям, с одной стороны, узнать правду того, что происходило в эти дни. А самое главное, почувствовать и прожить это всецело. Маршрут передвижного музея прошел через 29 городов России. Из Чувашии поезд Победы отправился в Муром, Владимирской области. Ольга Семенова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Память поколений жителей деревни Челкумаги Канажского района задумались о расширении мемориала в честь земляков, участников Великой Отечественной войны. Еще в 2019 году по инициативе жителей здесь поставили обелиск памяти, а теперь хотят установить военную технику. Территорию мемориала это позволяет. На гранитном обелиске высечены имена погибших в Великой Отечественной войне. На фронт ушли 91 сельчан. Живыми из них вернулись только 15. Среди тех, кто остался на поле боя, дед Илья Архипова. До недавнего времени близкие не знали, где и как он погиб. Три года назад мы нашли безднести пропавшего деда, съездили в Карелию и в честь деда решили поставить обелик всем жителям деревни, которые пали в Великой Отечественной войне. В своем решении жители деревни были единодушны. Это тот самый случай, когда патриотизм проявляется не на словах, а на деле. Живу в деревне Челкумаги. Более 30 лет брали старый дом и вместо этого памятник построили. Памятник, конечно, это очень в хорошем месте, где школа, где сельсовет, где магазин. Очень хорошее, удобное место. Люди у нас в деревне очень такие отзывчивые, ответственные. Территория будущего мемориала не пустует. Это то место, где проходят самые важные мероприятия. Ежегодно мы после памятника организуем парад победы с учащимися, маршируем. Марш. И организуем шествие. Рядом в Савелийском сельчане хотят поставить какую-нибудь военную технику. Основу под нее они готовы сделать сами. А вот найти образец сложно. Инициаторы очень рассчитывают на помощь властей. Здесь мы бы сделали постамент сами и под оборудование, которое нам бы выделило, я не знаю, правительство, город, администрацию, танк или пушку. Мы бы это все здесь сами бы установили, сделали бы ремонт, покрасили. Мы бы все затраты взяли бы на себя. Дело хлопотное, но благородное. Хотя прецеденты уже есть. В Косомольском районе был установлен в прошлом году памятник танка ТЗ-80. Вот они писали запросы, обращались во все организации. Но не обращались в главные, а там британского управления Министерства обороны Российской Федерации. Об отделении какой-нибудь списанной техники там, чтобы британскому вооружению относится. Недоставьте техники. В памяти павших будем достойны, гласит надпись на обелиске. Это та самая преемственность поколений, о которой так заботятся жители деревни Челку-Маги. Наталья Мальчикова, Бахтия Равелиев, Республика. Ежегодно в апреле по всей стране проходит акция «Часовое знамение Победы». Так нынешнее поколение отдает дань памяти тем, кто погиб за родину, кто приблизил победу. Активное участие в ней принимают и школьники-чувашие. Историческая дата. 30 апреля 1945 года над Рейхстагом было водружено Знамя Победы. Развивающийся красный флаг как важнейший символ поражения гитлеровской Германии, реликвия Великой Отечественной войны. Знамя Победы передается из школы в школу. Сегодня почетный караул выстроен в столичной гимназии номер один. Четыре представителя из каждого класса, самые достойные, стоят в почетном карауле на протяжении пяти минут около Знамени Победы. Эта акция создана для того, чтобы молодое поколение никогда не забывало о подвиге наших предков и всегда помнило, кому мы обязаны за мирное небо над нашими головами. В гимназии действует свой поисковый отряд. Ребята проводят огромную работу по воссозданию неизвестных страниц истории, поиску земляков, пропавших без вести в годы войны. Для того, чтобы существовала постоянная связь между поколениями, между прошлым и настоящим, у нас в гимназии существует поисковый отряд, который занимается разной деятельностью и выезжает на вахты памяти, и проводит патриотические акции и многое другое. Но вот в этом году для нас особое значение имеет тема Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Для нас эта тема стала лично значимой, поскольку наши дети стали интересоваться больше историей своей семьи. Нашим детям это очень нравится. Считаем это очень важно. В преддверии 9 мая школьники готовят ветеранам подарки. Они делают их сами. Забота и внимание – это то, в чем в первую очередь нуждается старшее поколение. Ольга Семенова, Александр Атяков, Республика. По случаю 372-й годовщины пожарной охраны России на площади Республики состоялся парад техники. Особое внимание привлек новый автомобиль тяжелого класса. Более мощной пожарной техники в регионе еще не было. Заступивший сегодня на боевое дежурство автомобиль разработан по отдельному заказу МЧС России. Он создан на базе автомобиля «Урал». Его основное преимущество – наличие двух погружных насосов. Производительность автомобиля – 130 литров в секунду. Позволит тушить пожары, где требуется большое количество воды и на значительные расстояния. За последние пять лет парк пожарной службы значительно пополнился. Закуплено 33 единицы пожарной техники, специальное оборудование на сумму свыше 360 миллионов рублей. За истекший 2020 год пожарно-спасательными подразделениями Чувашской Республики потушено 1647 пожаров. Спасено более 120 человек. Подразделения реагировали на дорожно-транспортные происшествия порядка 700 раз, в которых было спасено 66 человек, в том числе 5 детей. Только с начала текущего года подразделениями потушено 515 пожаров. Спасено 43 человеческие жизни и материальных ценностей на сумму более 400 миллионов рублей. В торжественной церемонии развода караулов столичного пожарно-спасательного гарнизона приняли участие и ветераны. Их пожелания особенно ценны. Чтобы ваша служба была ровная и всегда вы на службу ходили с радостью. Никаких темных пятен в вашей жизни в службе не было. Вы сегодня заступаете на боевое дежурство. Вы должны быть в постоянной готовности. И желаю вам в этой службе удачи. Сухих вам руководств. С праздником. Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил личный состав пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательных служб за высокий профессионализм. На защиту жителей и гостей города Чебоксары заступить! Ольга Алексеева, Алина Сусметова, Дмитрий Салманов, Республика. 28 апреля прошлого года президент страны учредил еще один профессиональный праздник – День работников скорой помощи. В системе республиканской службы работает более 2200 человек. Это врачи, работники среднего и младшего медицинского персонала, водители. Скорая помощь, старший врач Гаврилова, слушаю вас. Служба скорой работает круглосуточно, без перерывов и выходных. И сегодня свой профессиональный праздник. Многие медики и водители, конечно, на посту. От их сложной оперативной работы зависит здоровье, а то есть жизнь пациентов. Глава республики вручил награды профессионалам своего дела. Люди в белых халатах находятся на передовой. Ваша работа позволяет быть в системе скорой медицинской помощи, в системе центром медицинских катастроф. Быть первыми. Первыми в Российской Федерации. И как итог к нам, в Чувашскую республику, к вам приезжают учиться, проводятся мероприятия. И, конечно же, это предмет гордости. На передовой сегодня более 2000 работников не отложки. В период пандемии они работали не покладая рук, успевая за сутки объехать тысяч адресов. У нас никто не подал заявление об уходе. Никто не ушел. А мы, наоборот, в 2020 году приняли более 400 сотрудников. Это о чем-то говорит. Это говорит о том, что люди готовы работать самоотверженно, с отвагой. Мы бросились на помощь нашему населению, нашей стране. И мы выдержали. Скорая служба постоянно модернизируется. Цифровые технологии прочно вошли в жизнь выездных бригад. Электронная документация, планшеты, новое оборудование в разы ускорили работу. Обновился автопарк. Сегодня для того, чтобы быть в нужное время, в нужном месте, есть все необходимое. За эти годы очень многое изменилось. Изменился автопарк, изменились подстанции. Все обновилось. Оборудование новое поступило. Машины все оборудованные, машины класса С со всеми оборудованиями, которые для оказания скорой помощи надо. Есть машины класса Б, тоже новые машины с оборудованиями. Дали нам вызов, мы выезжаем. Не просто выезжают, а еще и при необходимости вылетают. С прошлого года в республике действует санавиация. В этом году вертолет уже совершил 11 вылетов. 3-4 минуты, время на запуск, и мы взлетаем. То есть все заявки отрабатывают заблагоременно, соответственно, которые поступают. Все должны быть очень слажены, очень дружный коллектив в экипаже. Я считаю, что не только два пилота, но и, естественно, врачи – это полноценный экипаж. И работа слаженная, достаточно дружная именно в нашем авиамедицинском экипаже должна быть на высшем уровне, так как от этого зависит, естественно, жизнь пациента. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика. На заседании Кабинета Министров Чувашии сегодня обсудили проект закона по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Минстрой Республики предложил установить для этой категории альтернативную меру государственной поддержки, предоставив им социальную выплату. На заседании правительства обсудили и другие вопросы. Подробности в репортаже Татьяна Молоковой и Павла Ириткова. Детям-сиротам по закону полагается жилплощадь, есть определенный норматив квадратных метров 33. Но вот механизм реализации обязательств государства так до конца и не был проработан. Нередко молодые люди получали не очень подходящее жилье. В отдаленных районах порой без элементарных удобств. Республика попадала в антирейтинг по этому направлению. Минстрой Чувашии предложил ввести социальные выплаты и предусмотреть условия, которым должны соответствовать дети-сироты. Это возраст от 23 лет и старше, отсутствие неснятой и непогашенной судимости, дееспособность – непрерывная трудовая деятельность. При покупке жилья с использованием соцвыплаты сироты вправе использовать собственные средства, кредиты или материнский капитал. В целях определения размера социальной выплаты устанавливается расчетная площадь жилого помещения в размере 33 квадратных метров на ребенка-сиротон. И средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, устанавливаемая ежеквартальным инстроем России для Чувашской республики. На сегодня это 39 486 рублей за квадратный метр. Это на второй квартал 2021 года. И поэтому размер социальной выплаты может составить 1 303 038 рублей. Право на получение социальной выплаты удостоверяется жилищным сертификатом. Еще один законопроект, рассмотренный на заседании Кабмина, касается создания благоприятных условий для ведения бизнеса. По словам министра финансов Михаила Ноздрякова, предложения об установлении льгот по уплате некоторых видов налогов поступили от предпринимательского сообщества. Предлагается увеличить минимальный доход, который не облагается налогом, особенно в отраслях, пострадавших от пандемии. Кроме того, будут возвращены уплаченные с начала года налоги по патентной системе ЕНВД и ОСН. Еще одно изменение – установить беззаявительный характер льготы по уплате транспортного налога для семей с детьми-инвалидами. Установление более справедливого подхода в налогоположении малого и среднего предпринимательства, прежде всего, в части патентного налогоположения и упрощенной системы налогоположения. И очень важно, что все эти нормы еще распространяются и имеют обратную силу. То есть 1 января 2021 года. Поэтому я призываю таким же образом и дальше нам всем работать. Во-первых, четко анализировать действующие законодательства и изменения федерального уровня. Ну и самое главное – слышать запросы. Правительство также рассмотрело постановление о порядке подготовки и утверждение проекта планировки поселений, которые имеют особое значение для культуры и истории Чувашии. А также распределило субсидии бюджета муниципалитетов на разработку документации объектов капитального строительства. Татьяна Молокова, Павел Иритков, Республика. Ключевые задачи системы образования обсудили в ходе рабочей поездки. Заместители-председатели кабинета министров Чувашской республики и министра образования и молодежной политики Аллы Салаевой в Гядринский район. В повестке дня посещение школы номер 3 и местного агротехнического техникума. В школе номер 3 учатся около 700 ребят. Организация для них качественного горячего питания – задача номер один. В этом году здесь установили новое кухонное оборудование. Как говорят ученики и родители, это повлияло на уровень питания. Конечно же, нас в первую очередь волнует, как и чем кормят наших детей. Потому что мы заботимся об этом и постоянно интересуемся. В школе кормят детей не только фабрикатами, а именно готовят все здесь. Что касается учебного процесса, то здесь в рамках проекта «Наука в школу» установили современное оборудование в кабинете физики. Ребята с удовольствием познают непростой предмет и даже не прочь увеличить число уроков. Для десятого физика – предмет с углубленным изучением. Упрощает разные действия, например, по времени. Старым оборудованием, пока их соберешь, пока расставишь, пока включишь, уйдет много времени. И иногда на один урок не хватает этого всего. А с электронным оборудованием там намного легче. Проблема, которая ждет своего решения – дефицит педагогических кадров. Существует несколько мер поддержки начинающих специалистов. Но и этого порой бывает недостаточно. Надо предложить университет. Возможно, нам надо даже продумать и организовать встречу руководства муниципалитетов со старшекурсниками и директоров, которые здесь интересованы в том, чтобы ребята возвращались. Смотреть варианты их сопровождения и каких-то дополнительных мер поддержки здесь. Министр побывала и в Ядринском агротехническом техникуме, на базе которого скоро откроется Центр цифрового развития IT-куб. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошейн, Республика. В Чувашии стартовал федеральный проект «Детство безопасности». Его основная цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием самой юной категории пассажиров. Программа реализуется в 30 регионах России. В этом году к ней присоединились еще 35 субъектов, в том числе и наша республика. Проект стартовал на базе Республиканского перинатального центра. Начнем обучение в наших ведущих сначала перинатальных центрах. Это город Новочебоксарск, городская клиническая больница номер один. Тем самым мы охватим большее количество молодых мам. И этот опыт будет транслироваться и тиражироваться на территории всей республики. Там, где есть у нас учреждение родоспоможения, это обучение будет проходить в таком же формате. Программа обучения насыщена. Первые занятия посвящены теме правильной установки и использованию удерживающих устройств в автомобилях. Кроме этого, специалисты обучат будущих мам правилам перехода проезжей части с коляской. Нам рассказали, как правильно выбрать автокресло, как правильно усадить ребенка. То есть автокресло нужно ставить на заднее сидение. Это более безопасно для него и больше защитит при случае ДТП. Думаю, это очень эффективно, потому что многие, как мамочки, так и папы, и бабушки, и дедушки, не всегда задумываются о том, как что важно именно для ребенка. Не задумываемся, мы думаем, иногда думаем как о взрослом человеке, а он маленький и для него должны быть особые условия созданы. Важно помнить и о светоотражающих элементах. В темное время суток они помогают водителям издалека увидеть коляску или ребенка и предотвратить возможное ДТП. Ольга Семенова, Александр Атяков, Республика. И в развитии темы в Чубаксарах состоялось открытие Центра по профилактике детских ДТП. С лабораторией безопасности познакомился и глава Республики. Авария с участием детей – острая проблема нашей страны. В прошлом году в Чувашии произошло более 160 ДТП, где пострадали дети до 16 лет. Четверо погибли. Сохранение жизни и здоровья юных участников дорожного движения является приоритетным направлением в предстоящей масштабной работе. Сейчас порядка 60 субъектов, соответственно, уже обладают Центрами профилактики БДД. По сути, что это такое? Есть, соответственно, мобильная версия, которую мы сейчас с вами видим на заднем плане. Есть, соответственно, учреждение доп. образования, либо там какое-либо в зависимости от возможностей и желания региона, на котором есть стационарная возможность проходить обучение практически каждодневно. Для этого Центр оснастили специальным оборудованием и раздаточным материалом, включая рабочие тетради для закрепления теоретических знаний. Отличительной особенностью этого проекта является то, что он представляет из себя мобильную площадку – автогородок, лаборатория безопасности. Все сделано так, чтобы, например, женщины-педагоги, хрупкие женщины-педагоги, могли все поднять, перенести, разобрать, собрать достаточно быстро. Специализированный микроавтобус, укомплектованный всем необходимым оборудованием, представляет из себя макет типового автогородка с проезжей частью, светофорами, дорожными знаками, разметкой, остановками, велосипедами и другой атрибутикой. В будущем мы планируем выезжать в муниципалитеты нашей республики для проведения этих учебных занятий. За год мы хотим охватить более двух тысяч детей со всех районов и городов Чуварской республики. Первый выезд запланирован в июне в лагерь «Белые камни», расположен в Иринскопосадском районе. Обучение пройдут участники профильной смены юной инспекторы движения. Глава республики Олег Николаев отметил, что современные способы и демонстрация конкретных ситуаций на дороге позволят повысить качество обучения детей правилам безопасного поведения на дороге. Екатерина Шиверова, Бахтияр Велиев, Республика. Мы уже сообщали вам о том, что народный артист России и композитор Александр Чайковский начинает работу над оперы, посвященные трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Сегодня он побывал в Чувашском государственном университете имени Ульянова на факультете искусств. Книги и сборник «Нос чувашскими песнями», подаренные композитору, помогут ему окунуться в атмосферу тех лет, лучше понять народную музыку. Здесь важно все – архивные материалы, военные карты, реальные рассказы. Погружение в мельчайшие детали улучшает восприятие прошлого. Лейтмотивом оперы композитор планирует сделать чувашскую музыку. Вместе с коллегой, народным артистом России Марисом Яклашкиным, они обсудили ее особенности – идейный и эмоциональный фон будущей оперы. Завершить оперу планируется в конце 2022 года. Это главные новости среды, 28 апреля. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова